всем привет меня зовут кристина добро пожаловать на мой канал в этом видео у меня коррекция моей работы с этим покрытием клиентка отходила три недели делали мы с вами его кстати здесь на ю тубе можете посмотреть в плейлисте маникюр на клиентах был у меня здесь молочный гель от силкар и также вот этот синий голубой герлак это розалинт не помню какой номер по моему 43 что-то такое начинаю я со снятия покрытия здесь у меня керамика красная насечка 25000 оборотов снимаю аккуратно знаю что где-то могут быть небольшие отслойки потому что это такая клиентка постоянно где-то что-то цепляет ногтями и в общем-то для меня абсолютный секрет если где-то здесь что-то будет немножко не так но в целом покрытие относилась хорошо ногти очень сильно скручиваются даже когда я их выпиливаю изнутри при отрастании все равно получается что за две с половиной три недели начинают сильно скручиваться поэтому именно в этих местах частенько бывают какие-то отслойки но ничего страшного будем все это дело сегодня убирать и попробуем дизайн растекашку долго я пыталась его сделать точнее начать делать их наконец таки на это решилась при снятии покрытия как обычно у нас образовалась отслойка на среднем ноготке это для нас уже такая стандартная ситуация именно на среднем на правой руке всегда что-то происходит я уж не знаю что она делает конечно же многие клиенты как обычно не рассказывают мастерам что там случилось ковыряла ли она что-то убиралась ли она там без перчаток или что-то такое агрессивное но так как это один ноготок скорее всего то она куда-то постоянно тыкается а смотреть за ней целый месяц чтобы выявить причину конечно же возможности нет выполняю я маникюр здесь у меня фреза пламя 23 диаметр довольно пузатенькая красная насечка вообще для этой клиентки лучше подходит синяя но в тот момент когда я снимала этот ролик я еще не пользовалась кмизовскими фрезами у меня были какие-то обычные и поэтому я не знала какими фрезами мне лучше выполнять маникюр сейчас я уже конечно же делаю только на комизе все поэтому с уверенностью могу вам сказать какую фрезу я использую далее я опиливаю форму ногтей здесь у меня овал я использую сменные файлы от отец клею их на обычный деревянный шпатель и после этого опиливаю еще ногтевую поверхность сверху срезаю кутикулу кусачками silver star рабочая поверхность 4 миллиметра последнее время очень много вопросов про кусачки наверное я поменяю свое описание под видео поставлю туда на данный момент самые актуальные позиции потому что уже вопросов очень много особенно ремовер для педикюра мне кажется я уже раз 50 на него на это вопрос отвечала постоянно кидала ссылку нужно уже брать деньги за рекламу у этой торговой марки наношу дегидратор после этого бескислотный праймеру от пинки он с липким слоем даю ему высохнуть и теперь тонким втирающим слоем наношу базу и после этого буду выполнять выравнивание также у меня здесь гель силкар не помню еще честно название геля по моему french pink он у меня не пользуется популярностью как самостоятельное покрытие потому что он такой полупрозрачный причем у него еще не совсем идеально ровный пигмент поэтому я не очень люблю его использовать по одиночке а здесь в качестве именно укрепляющего слоя прекрасно в один слой я наношу сейчас герлак если я правильно помню то это одри коко номер 11 он довольно плотный эту работу я снимала очень давно поэтому что-то могла забыть на нашу самую жидкую базу и белым герлаком с помощью кисточки ставлю вот такие точки вообще у меня есть специальная база для растекания покупала ее на алиэкспресс специально для вот таких дизайнов но когда мы решили с клиенткой сделать именно этот дизайн я ее просто-напросто не нашла меня это очень сильно раздражало потому что иногда уберешься так что потом ничего не можешь найти надеюсь я не одна такая если у вас также что-нибудь напишите в комментариях меня это очень сильно успокоит далее я наношу топ делаю небольшое выравнивание после этого обязательно выпиливаю торцы подпиливаю все пилочкой наносим уходовый крем и любуемся итоговым результатом надеюсь что это видео было вам полезно и интересно если это так поддержите меня лайком поставьте какой-нибудь в комментариях смайлик и до новых видео до новых встреч в пятницу встречаемся пока пока